Здравствуйте! В давние, стародавние времена, когда Михаил Подорожанский был классным автомобильным журналистом, а не как сейчас респектабельным владельцем издательского бизнеса, Миша с удовольствием делился своими издовыми впечатлениями о всяких разных интересных машинах. И поскольку газета Авторевю — это, в общем-то, единственное автомобильное издание в нашей стране, то Миша, соответственно, как первый открыватель этой темы, он был удостоен всеобщего внимания за рубежом, был принят ко двору во очень многих приличных фирмах и оказался первым журналистом из нашей страны, кого позвали официально на Rolls-Royce. Он приехал в Англию, блистательно зная английский язык, он прекрасно был понят и очень хорошо провел интерес на эту поездку. Естественно, было масса издовых впечатлений. Тогда в нашей стране никто еще на Rolls-Royce за рулем не ездил. И вот Миша рассказывает, он взял машину на тест, и, соответственно, по достаточно узким английским дорожкам его выпустили в свободное плавание. То есть дело было не на полигоне, а на дорогах общего пользования. Он поехал так, как в то время было принято у журналистов. Во-первых, у журналистов с хорошей ездовой культурой, а Миша Подражанский — это очень хороший водитель. Во-вторых, и, в-третьих, с позиции испытателя. То есть Миша решил посмотреть, что как у Rolls-Royce управляемость, плавность хода. И он говорит, валю это я, соответственно, на Руб 40 в поворот, в Апексе ломаю он по траектории, мету хвостом, шикарно машина управляется. Я могу себе представить, как сильно изумились британцы, когда увидели Rolls-Royce в управляемом заносе. Они, наверное, подумали, что это какой-то был водитель, ну, видимо, совсем не в адеквате. Может, у него ребенок родился, может быть, его барин облагодетельствовал каким-то особо изысканным образом. Но, в общем-то, Rolls-Royce в такой стилистике поведения, это произведение как в анекдоте про генерала. Генерал в мирное время, бегущий по улице, вызывает смех, а в военное время генерал, бегущий по улице, вызывает панику. И Миша вот об этом рассказывал с азартом, с увлечением, потому что, конечно, все-таки тоже любопытно посмотреть, каков предел подобного автомобиля. Ну, вот когда он рассказал о том, как он там, Rolls-Royce 40 в управляемом заносе в повороте левой трети опасный, а потом он говорит, ну, вообще классная машина, ну, что-то не хватало, что-то вот, что-то такое, вот еще немножко. Я ему говорю, Миш, может, ливреи не хватало? Наши отношения с Мишей Подроженским после этого охладили лет на пять, наверное. Но всякий человек за рулем Rolls-Royce чувствует себя несколько неуместно, пока не наденет ливрею. Вот с ливреей, конечно, наступает гармония, появляется какая-то логика присутствия в Rolls-Royce. Потому что все-таки во веки веков эта машина для наемного водителя. Rolls-Royce – это вершина его карьеры. Вчера по Москве я катался как раз на Rolls-Royce. Новенький, свеженький, чистенький, шикарненький Rolls-Royce Ghost. Длинная база, большое количество всяких увеселений и опций. И, конечно, было совершенно понятно, как всегда, любой Rolls-Royce – это машина, совмещающая сразу два мира, такое пограничное состояние. Передний отсек, за рулем всегда наемный водитель. Справа охранник, ну, может быть, конечно, секретарь. А вот сзади, там мир людей, постигших большие деньги. По-настоящему большие деньги. Вот совсем большие деньги. Много лет тому назад я сидел за одним столом с миллионером европейским. Это был швейцарец. И он, расплачиваясь в ресторане, невольно показал, что такое понимание денег, обладание деньгами и любовь к деньгам. Каждую купюру, которую он отдавал официанту, он погладил нежно рукой. Ему было искренне печально расставаться с каждой бумажкой. Вот это мир больших денег. Не свежесворованных, а настоящих. Когда Битлз стал уже тем, каким мы его знаем, каковым мы его знаем и разбогател, они пришли в фирму Роллс-Ройс заказать себе машину. Они же богатые ребята, они же британцы, они понимают, что такое хорошая вещь. На что фирма Роллс-Ройс им вежливо сказала, ребята, не с вашим свиным рылом в нашем калашном ряду. Go отсюда, нафиг, please. И ребята из Роллс-Ройса купили себе подержанную машину в комиссионке, которую потом изуродовали как бог черепаха. И вот, когда подступаешься к Роллс-Ройсу, нужно определить для себя роль. Понятно, что у журналиста нет шансов, по большому счету, оказаться наемным водителем, и тем более нет никаких шансов оказаться реальным клиентом. Мне, конечно, роль наемного водителя чуть более понятна. Я не могу оказаться в ипостаси человека, который хорошо понимает и ценит большие деньги. И, соответственно, относится к Роллс-Ройсу как к атрибуту, вполне достойному быть среди предметов его бытового повседневного использования. Ну, у него есть электробритва, например. У него есть, возможно, даже какой-нибудь ёршик для унитаза, естественно, позолоченный. У него есть Роллс-Ройс. Это нормально. Поскольку я к этому миру не принадлежу, то, соответственно, я машину могу оценивать только с позиции человека, севшего за руль, и попытаться понять, как она едет. Сзади мне не понравилось. Там и сидеть неудобно, и столик скользкий, и, в общем, даже выпить-закусить там не получится, потому что это надо уметь делать в подобной машине. Поэтому за рулем. Роллс-Ройс, ну, он таков, что обязан, с одной стороны, быть архаичным, с другой стороны, быть, конечно, на острие прогресса. Архаичность выражается в внешних проявлениях. Там совершенно невообразимая путаница кнопок, причем большинство кнопок сделано на уровне китайских магнитол, наверное, 15-летней давности. Возможно, что для англичан это признак породы, но, на мой взгляд, ребята здесь что-то не то сделали. Три подрулевых рычажка. Ну, как на «Жигулях», один в один. О том, что один из этих подрулевых рычажков – это управление коробкой передач? Но это еще надо догадаться. Потому что там, где полагается быть коробкой передач, по крайней мере, селектор управления, там шайбы, которые не имеют отношения к управлению автомобиля никакого. Много лака бликующего, много полировки, много китайских кнопок, но при всем при том, это вершина карьеры водителя. О, как! И Rolls-Royce Ghost – это первая машина, которая позиционирует водителя как очень высокого по уровню профессионала. И делает она это недвусмысленно при помощи зонтика. В базовое оснащение всякого Rolls-Royce обязательно входит зонтик. Зонтик всегда прячется в торце пассажирской двери, и заднего отсека. Но поскольку в основном это, конечно, руль справа, соответственно, это левая задняя дверь. Означает это следующий алгоритм действий. Водитель с хорошей зарплатой под ураганный ливень выходит, абсолютно промокшие до нитки обходит машину, распахивает дверь босса, выдергивает этот зонтик, и, вежливо согнув спину, провожает сухого босса к нему домой. А у ГОСТа, у него этот самый зонтик спрятан в водительской двери. Это статусно. Водитель выходит в дождь, берет свой зонтик, и под своим зонтиком сопровождает шефа, который платит ему огромную зарплату. А если по какой-то причине, ну, например, профсоюз не позволяет гнуть спину, или у водителя порода совершенно невероятная, как у красного дерева, но по какой-то причине он не соизволил распахнуть дверцу, или закрыть эту дверцу за боссом. У босса в его заднем отсеке в доступе кнопочка электрического закрывания. Нажимаешь на кнопочку, дверь, хлоп, и все, ты сидишь в уютике, и у тебя там полированный столик, на котором ты тихо пьешь, и кнопка на уровне носа, чтобы ты ни в коем случае своим гневным взглядом не просверлил спину этому гаду, который забыл за тобой дверь закрыть. В-12. БМВ-шный В-12, увеличенного объема. Конечно, 570 лошадиных сил, и ехать на этой машине надо респектабельно, не трясти, но все-таки генерал, бегущий по улице, это не совсем верно. Но на прямике приятно. Наступаешь на педаль, и она стреляет. Они заявляют 4,9 до сотни, там где-то, наверное, 5,3. Но это очень живые лошадки. И когда несешься к шефу, чтобы быстро ему карету мне карету, тогда, конечно, есть возможность великолепно посмотреть, насколько был прав Миша Подорожанский, оценивая без ливреи по достоинству этот автомобиль. Новости. Вообще никаких пробок нету, всего лишь 6 баллов. Единственная дорога, пока еще не занята нами с вами, это на апрелевку. Все остальное тихо удавилось. Ну, нет, смотришь на карту. Нормально, оказывается, летим с песнями. 65, 10, 9, 9, 6. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я достаточно давно работаю в автомобильном бизнесе и хотел рассказать такой исторический анекдот про Роллс-Ройс, может, это будет интересно. Давайте. Это в любом случае интересно. Когда в Москве было только два Роллс-Ройса, у Брежнева и в английском посольстве, значит, Брежневский Роллс-Ройс взяли поглядеть на ЗИЛ в экспериментальный цех. И ночью его украли вот эту чудесную милую женщину. Слышно, да? Да-да-да, слышно. Я уже затаил дыхание. Да-да-да. Значит, ну, понимаете, скандал, значит, ну, естественно, под честное слово взяли женщину из английского посольства, отлили такую же и поставили на хозяйскую машину. Но особо продвинутых начальников отдела на столе стояла еще одна копия в качестве... Помните, когда было как папье-маше, да? Бумаги, бумаги придерживаются. Да, было. Копия была сделана не одна. Из этого следует, что вот эта барышня, которую по паспорту звали мисс Торнтон, у нее была фамилия, несмотря на то, что все ее считали духом экстаза, ее в этот момент уже можно было назвать нашей Машкой Лихачевой. Наша русская барышня. Наверное, да. А потом этот автомобиль после смерти Брежнева, ну, вроде как, был немножко разъездным в цеху у нас, я его помню, но, к сожалению, не знаю, как он назывался. Мне кажется, что-то в Фильвершеду один из первых. Вот. Серенький такой. Ну, уже на тот момент он был пожилым, но я на нем пару раз прокатился. Вот. Поскольку такая была, ну, вроде как, машины взяли для испытаний, ну, в основном, конечно, они возили начальство. Но, Владимир, ведь при этом еще была легенда, что лично Брежнев ее разбил, и этот разбитый Роллс-Ройс стоит у прибалтов. Нет, 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 это перепутано. Значит, это был не Брежневский Роллс-Ройс, это, значит, провели первый краш-тест. Машина ЗИЛ-115. Значит, успешно его ударили о кубик на Дмитровском фигоне, и потом он стоял у нас не в шестом, сколько, наверное, на пойме. А когда Рижский музей начал собирать вот эту свою коллекцию, причем, ну, я видел бумагу, на которой было написано отпустить без оплаты. Они взяли этот Роллс-Ройс, не Роллс-Ройс, 115-й ЗИЛ, посадили в него манекен Брежнева и сказали, что это якобы он его разбил. Нет, это не оригинал, не оригинал. Это первый 115-й, причем в короткой базе, ударенный в Дмитровском фигоне, не имеет он к Брежневу отношения. Абсолютно никакого. Значит, это они уже прибалтой, придумали эту вещь. Вот. И они, кажется, еще утащили у нас 115-й бронированный Покар сталинский, который стоял в цеху. Вот я вам честно скажу, я отработал 10 лет, но мне даже не дали в нем посидеть. На Ленинский субботник, с него снимали все покрывало, протирали, опять закрывали. И вот тоже в разгар перестройки, мне кажется, Рижский музей его забрал. Ну, Покар он, естественно, тоже назывался ЗИУ-115-й, бронированный. То ли они забрали вот в комплекте вместе с этим 115-м уже новым зелом видом. Вот, по крайней мере, когда я работал, у меня была такая информация, может быть, я что-то не знал, но вроде вот похоже на правду. А кем вы там работали, если не секрет? Ой, инженером-испытателем в электрооборудовании. То есть вы как раз тоже были причастны к тому, чтобы на этих машинках кататься? Ну, иногда просто у меня легковых изделий нет, у меня погибается, а легковое изделие у меня было, ну, немножко такие вот, как сказать, реле поворотов, раньше же было. Первый был речевод-синтезатор сделан, тоже вот немножко начали его испытывать, он сломался. Вот. Ну, достаточно интересно, я до сих пор считаю, что очень хорошая работа. Но потом как-то я задумался, что в беседе с товарищем сказал, хорошая у меня работа, очень мне нравится, очень люблю, но ездить далеко и зарплата маленькая. На что он мне сказал, что же у меня хорошая. Ну, как у Живанецкого, зарплата у меня хорошая, только маленькая. Да, да, да. А скажите, вы были причастны, например, к электрическим стеклоподъемникам легковых зелов? Вы работали как-то по этой теме? У меня был электрический домкрат, я вам скажу. Ну, вот, кстати, у броневика, у 115-го, у него там стоял гидравлический домкрат в двери, чтобы поднять стекло. Нет, 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 он стоял гидравлический домкрат у броневика сталинского. У сталинского, да. А в 115-м легковом брежневке гидравлический домкрат, у ЗИСа, не узелок, не узелок, не узелок, у того, который 110-й, который 105-10 здесь. не опускались. Сталинский гидравлический домкрат, и цепочки, когда двери открывались, а уже в новом, в 111-й, который 41, там окна не опускались, и под это как раз была тоже достаточно интересная история. Мы сейчас знаем, да, на испарителе у нас стоит датчик температура испарителя, которая включает лужку при плюс 3-х градусах, да, чтобы не летел тени в салон. То есть вот, когда стали на... не передирать, на самом деле, решили, что этот датчик не нужен, и снег в салон полетел как раз на самых ответственных испытаниях в Крыму. Вот, тогда сразу сказали, для чего нужен этот датчик. Ну, я достаточно долго работал, у меня много, много анекдотов. Я как-нибудь вам еще раз расскажу что-нибудь. У вас еще есть время, чтобы рассказать хотя бы один анекдот? Ой, ну, давайте, это очень, как я говорю. Когда мы пускали дизельный вилл, вы знаете, да, грузовик? Да, был такой. Была опытная промышленная партия, то есть поставили 10 грузовиков ночью, пустили конвейер в другую сторону и разобрали их. А на утро вместе с инженером, с газетой «Правда», с корреспондентами торжественной была первая сборочная опытная промышленная партия. Понятно, да? Конечно. И вот они собрали 10 автомобилей, и в одном автомобиле не работал поворот. не работали. А поворот это мое изделие, а экспериментальный цех конвейера где-то километров по истерии. Меня задает начальник и говорит, иди, срочно, почини поворотник. Я говорю, дай мне машину. Он говорит, тебя в цеху все знают, езжай. А я, как назло, это было где-то до 1985, нарядился во все белое. У меня были белые джинсы, белая рубака и белые ботинки. Какая прелесть. Шикарный выбор инженер. И выхожу я из цеха, иногда я надевался, выхожу я из цеха, а там стоит как раз водитель на Брежневском Ройфройсе. А я ему накануне что-то починил, он мне не мог отказать. Я говорю, довези, брат, меня до этого, до конвейера. Он меня идет и говорит, я тебя прям туда отвезу на участок сборки из белых ботинков, чтобы тебе по грязи не ходить. Он меня подводит, и я смотрю, какие-то мужики в штатах стоят. Я не в курсе, я выхожу, значит, зову мастера, беру контрольку, меняю предохранитель и пешком уже естественно меня никто не ждет. Иду три километра себе на рабочее место. Ну, думаю, что начальник меня похвалит. Прихожу, начальник весь трясется, и говорит, что натворил, мне звонит главный инженер, ну, вы представляете, если директор был член ЦК, то генеральный главный инженер тоже был такой небожитель. И говорит, мы тут, извините, как чудаки, все в халатах стоим, на этой грузовых автомобиле смотрим. Внук, какой-то, тоже он нецензурно сказал, весь белом на Ролл-Фройсе приезжает. Шикарный выезд. В глазах вообще, значит, ничего не делал. Ну, это было пафосное мероприятие опытной промышленной сборки. Ну, вдруг, значит, Владимир весь белом на Брежневском на Ролл-Фройсе. Вот. Меня пожурили. Пожурили. Ну, это был блистательный выход в люди, потому что не каждый день на Ролл-Фройсе, да еще предъясной очей двух представителей Господа Бога на земле. Да, 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 да. Скажите, Владимир, а вы не застали тот эпизод, когда Гонд пригнал машину Косыгина и со скрипами в подвеске привезли и сказали, вот что-то он скрипит и неудобно, когда первый наш представитель, первое лицо МИДа едет на прием в посольство, а у него машина скрипит, как телега. И когда ему взяли и расписали, то есть назили ваши ребята, посмотрели, сказали, о, отлично, на полгода работы и расписали план испытаний, проверок, а мимо проходил Костя Потехин, гениальнейший совершенно мастер, который сказал, ребят, дайте минуточку, поднял на домкрат ее, выдернул пластинку, которая была медная в рессорах, чтобы не окислялась, машина перестала скрипеть и Потехина чуть не убили за это, потому что лишил работы на полгода. Нет, нет, не знаю. То есть эта легенда пролетела мимо вас? Значит, с младшим Потехином я еще общался, но достаточно давно это было. Значит, нет, не скажу, про это не скажу, это не электрическая деталь. Не электрическая, не электрическая. Не электрическая деталь. Вот. Один раз меня вызывали на Горбачевскую машину, у него непосредственно в Кремле заклинило, ну, вот эти в «Жигулях» был контакт такой, пользующий в руле, когда сигнал нажимали. Да, конечно, куда же без него, да. Вот. От этого контакта заплетали сирену, то есть поставили сирену, муромский завод пел вместо будка, и контакт этот загнулся, то есть включаясь ожидания, сирена сразу будет. Вот. Ну и в Кремле сразу кого? Ну, кто крайне того этот. Обычно за день надо было показывать пропуск, паспорт. Вот. В общем, приехала Волга, с этим мотором без паспорта меня привезли, я вынул предохранитель, говорю, где я рулажу в буфет? Потому что обычно когда специалисты приезжали, их ввели еще в буфет, и можно покупать какой-нибудь. Знаменитый буфет. В буфет я пролетел в то время. Вот. Ну, хорошо, хорошо, отнес, он был когда-то поставил в фирме. То есть, когда он поставит сирену, перенал и вот так. Ну, вот тут как раз у нас и связь заканчивается почему-то, Владимир. 4G не хочет, чтобы вас было слышно в эфире. Ну, да, вот на самом интересном месте как раз мы потихонечку подступились к тому, чтобы перейти к новостям. Самое приятное это блистательное воспоминание, наших слушателей. Владимир, спасибо, новости. По-прежнему 6 баллов, по-прежнему проехать нельзя, по-прежнему нам не страшен серый волк. 65 10 9 9 6 Сергей, здравствуйте. Алло. Здрасте. Добрый день, я в эфире? Да, уже все, уже в эфире, деваться некуда. Здравствуйте, Сергей, наконец-то дозвонился. Да. Спасибо вам за передачу. Спасибо вам. У меня такой коротенький вопросик. У меня Opel Astra H седьмого года, немка, соответственно. Вот, не почитаешь насчет ремня ГРМ, как бы там разные мнения, 100 тысяч, 110, не подскажете, когда вы поменять лучше, не дожидаясь чего-либо. До 90 тысяч. Лучше до 60. Если есть запас прочности в организме, не автомобильном, а у вас, то есть крепкая нервная система, то до 90 тысяч. Вы вообще много знаете ремней, которые прожили больше ста? Это случайность. Понятно, что качество подгонки деталей и любых сопряженных поверхностей здесь не такое, как на автовазе, но, знаете, после 90, дальше уже хочется вспомнить из книжки про Буратино. За его жизнь я не дам дохлой мухе. Понятно. Еще маленькую ремарочку. Вот у нас открыли Каширское шоссе. Я живу в Орехово-Борисово. У нас все внутренние дворы настолько встали, что это просто ужас какой-то. Да и Каширка сама на ней едет на самом деле. И власти молчат. Нет нигде красивых слов об открытии и прочего-прочего. Видите ли, во-первых, вы должны одеть колокольчик на нос и радоваться. Потому что все, что сделано для вас, стоимость ЖКХ, стоимость литра бензина, положение с медикаментами, это только для того, чтобы вам стало лучше. Во-вторых, вы заметили, что Юрий Долгорукий в принципе уже даже не отсвечивает и даже не курит нервно-сторонки на фоне нашего Собянина. Потому что Собянин уже построил Москву в три наката и, конечно, превзошел Юрия Долгорукого, который не сделал для Москвы даже сотой доли того, что сделал Собянин. И любое событие это позитив, это здорово. Знаете, у меня, например, недалеко от дома, к сожалению, Варшавка, у нас там тоже такого нагородили, что хочется сразу возложить венок в благодарность. У вас на Каширке, благо вы сосед, все великолепно. Просто вы не умеете ценить. Вы, ну, в конце концов, съездите в Египет и увидите, что у них на дорогах сложнее. Можно получить из РПГ по голове прямой наводкой. А у нас этого нет. У нас великолепно. Во дворах у вас какие-то трудности? Вы просто не можете увидеть здесь позитив. А во-вторых, к чему эти клеветнические Сергеи измышления? Да уж, это точно. Спасибо, Сергей. Да, статья 58-я действия. Антисоветская агитация и пропаганда у нас с вами, у обоих. Пойдем по одному делу. Сергей, здравствуйте. У нас сегодня день Сергеев. По-моему, нет. Нет, нет. Ни в коем случае. Алло. Алло. Да, мы услышали про вашу ближайшую родственницу. Теперь, Сергей, можете что-нибудь сказать про машину. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я давно вас слушаю, но вот у меня сейчас первый раз я наконец-таки дозвонился, так что мне можно сказать дебют. Да, спасибо вам. Сергей, вы можете сказать, что с этого дня у вас, между прочим, была программа на радио, вы в экипаже выступали. Имеете все основания. Ну, я не настолько публичный человек. Я хочу вас поблагодарить за вот то, что вы делаете. Делаете весьма профессионально. Вот мой, например, любимый день, четверг. ни разу еще не было, чтобы вы кого-то пригласили неинтересного. Слушаю с удовольствием. Я им передам. Они хорошие ребята. Да, да, да. Вы приглашаете вот таких нормальных, позитивных людей. Спасибо вам большое. И чтобы не задержать, вот такой вопрос. Я где-то вот некоторое время назад слушал, вы общались с человеком, он спрашивал у вас за Ford S-Max. Да. У меня вопрос такой, S-Max или Galaxy? Потому что я вот смотрю на Galaxy, тоже вот семейная машинка, а послушал про S-Max, задумался о нем, а может быть он посмотрел еще раз, они вроде бы одинаковые. Чем они вообще отличаются? Только формы кузова сзади. У Galaxy, соответственно, там можно поставить холодильник, а в S-Max только максимум плиту и стиральную машину. Вот и все. Это одна и та же машина, у них все общее, что только может быть, кроме переднего бампера, ну и, соответственно, окошек вот в этом отсеке. По тому, как трансформируется салон, по тому, как раскладываются сидения, по тому, что из чего сделано, они абсолютно идентичны. И Galaxy нужен в том случае, если, ну, предположим, по какой-то причине у вас там в багажнике будет в полный рост ехать теща и декламировать стихи громким голосом. Вот для того, чтобы ей было удобно, она не упиралась в потолок, Galaxy больше подойдет. Если у вас все места сидячие, то, пожалуйста, семером поехали. То есть вот волки, семеро козлят и аккуратно куда-нибудь вдаль. Нет, я планирую использовать как пятиместный автомобиль. Это правильно. Можно будет запасти большое количество запасок всяких там колес, докаток и прочего. Ну, запаски там нету, ни там, ни там. Вот с этим проблемой. Ни в какую. Причем дилеры уже, научились извращаться, они говорят, да мы вам докаточку, мы вам, если что, вы только шепните, мы вам тут ее привернем на саморезик, в конце концов, там на крышу гвоздями прибьем, пластырем приклеим. Только купите, потому что продажи падают так, что уже даже страшно смотреть ведомость по зарплате. Ага, то есть есть смысл чуть-чуть подождать и потом поторговаться отчаянно. А вот в этом отношении как раз тут очень неблагодарная, конечно, задача делать прогнозы, но у меня есть ощущение, и со мной многие спорят, имеют на это право, что осенью, когда у нас окончательно медный тазик прилетит и продажи упадут до истерического минимума, вот тут можно будет уже вежливо глумиться над дилером, выкручивать ему руки, выбивать скидку, тем более, что здесь, как всегда, тот верный признак. Принцип, к одному дилеру пришел, чтобы не купить, получить скидку, подписать договор, потом этим договором подразнить другого дилера, выбить из него еще большую скидку, из третьего еще большую, а у пятого уже купить. И вот я думаю, что к Новому году, когда у них у всех план сгорит синим пламенем, они будут, ну, такие дружелюбные. Они будут... Да, они сейчас дружелюбные. Я вот на днях заезжал специально посмотреть в Рольф, да, вот на сигнальном, знаете? Знаю, конечно. Вот, да, да. А я был там где-то, наверное, года полтора назад одному родственнику помогал там, ну, просто приехать посмотреть и покупали для него тоже форт, обыкновенный фокус, он уже в возрасте там и так далее. И я заметил, разительные отношения в отношении этих товарищей, они... У них откуда-то взялась вежливость, они стали тебе все показывать, рассказывать и так далее. Буквально полтора года назад их от стула нельзя было отодрать. Да, да. А доп. оборудования по-прежнему они вам впаривают сразу или терпят попроще? Нет, нет, тишина. Вот, по крайней мере, сейчас была полная тишина, никто ничего не заикнулся. Мало того, я сказал для них ужасную фразу, буквально, которая была раньше, да, конфигуратор, да, давайте включим. На что было сказано, да-да, конечно, пожалуйста, вот, если у нас нету такой, да, то вы можете заказать. Хотя, когда покупался вот Ford Focus, нам сказали, знаете что, вот тут вот есть три машины, выбирайте, не хотите, я их сейчас продам. Как приятно, что кризис лечит разум. Про совесть не говорю, про разум. Можно еще подождать, я думаю, что вот эти вот знаменитые одиозные продавцы Рольфа, которые полностью изничтожили имидж фирмы, они месяца через три станут просто добрее ваших родственников. Ну да это Бог. Спасибо вам, Сергей. Ой, спасибо вам, Сергей. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо за передачу. Каждый раз, когда еду с работы, слушаю вас. Спасибо вам. Сейчас, спасибо. Сейчас лучше нужно пораменно стал применять машинку. Выбор Kia Sorento. Толго хотел взять бензин, но поедил на Т-драйве, очень не понравилась динамика. Но очень понравилась панорамная крыша. Посмотрел дизель, все здорово, но панорамной крыше Россия не поставляет. Попытался поговорить, что повезли из Кореи, сказали, что это невозможно. Точка. Начинаю раз, посмотрел на Subaru Forester, ну вот в раздумьях. Что посоветуйте? Sorento лучше, чем Forester. Если вы хотите на Forester интересно ехать, чтобы была динамика, вы должны взять мотор 2.0 турбина, а он стоит миллион семьсот. Тогда вы поедете, интересно. Причем у вас будет вариатор, и это тот редкий случай, когда у японца, я про Forester, когда у него вариатор адекватно работает и поспевает за мотором. Если вы возьмете Forester с обычной атмосферной штуковиной под капотом, это не поедет вообще никуда. Придется выходить из машины и толкать. А на остановке вы бегаете и кричаете, бабушки, бабушки, пожалуйста, под горку, под горку, подтолкните. У Sorento такого нет. Sorento в этом отношении интереснее. Sorento, в принципе, он на голову выше, чем Forester. С дизелем он просто великолепен. Но вот насчет панорамной крыши, тут уже решайте сами. В конце концов, можно ее выгрызть зубами и в гараже примастерить туда какой-нибудь поликарбонатик. Я не люблю дырки в крыше вообще никогда, ни в каком виде. Но это же не значит, что я эталон. Вот вопрос панорамной крыши это вопрос о состоянии мира. Все-таки живу в Москве, а все-таки солнечные дни немного, а тут поедете в машине с панорамной крыши, понял, что это просто дополнительное освещение. Очень удобно, в пробках проводишь много времени. Ну, к сожалению, да. Учитывая, что через какое-то время, когда Собянин окончательно победит нас вместе с пробками, в машинах мы будем жить, поскольку ездить на них не получится, то панорамная крыша, балкон и бельевая веревка будут уже очень важными атрибутами. Сейчас пока это опция, а скоро это будет необходимо. Ну, вот именно поэтому очень хочется, чтобы сразу, как это на будущее, чтобы было куда-либо прищепки можно было размещать с бельем. И скорее невозможно официально привезти машину с сохранением гарантии, потому что скорее такие комплектации есть. То есть это просто невозможно. Понимаете, какая штука? Вот насчет гарантии тут есть нюанс, потому что у приличного производителя гарантия международная, и то, что дилер корчит рожей по этому поводу, это просто он пытается заставить вас купить то, что есть, а не то, что хочется. Но если крыша является важным в приобретении автомобиля, параметром, то у Форестера, конечно, крыша выдающаяся. Да, вот именно поэтому его и осматриваю. Но тогда просто возьмите его уже с турбированным мотором, и это будет очень неплохой альянс, потому что по подвеске Форестер по сию пору молодец. Японцы из Субару, они великолепно работают по подвеске. А, может, Сергей, можно, извините, вопрос? Вот по лакокрасочному покрытию очень много на форумах пишут, что все-таки Киа еще не научилась делать хорошее покрытие. Как это у Форестера? На общих основаниях. Потому что сказать, что... Знаете, какая штука? Вот сейчас во всем мире принято перейти... Все перешли производители на так называемые водорастворимые краски. Раньше была нитрооснова, они так пованивали, но насмерть пришкваривались. А теперь нужно беречь экологию, обязательно важна природа. Голубые, они важнее, чем зеленые, и вместе они важнее, чем все остальные нормальные люди. Поэтому неважно, что отвалилась краска. Это то же самое, как безазбестовые тормозные колодки. Ну и что, что их нужно менять раз в неделю? Зато природе лучше. И поэтому у японцев Субару тоже никогда не являлась лидером, например, по антикоррозионной стойкости кузовов. И в этом отношении ничего такого сверхнового там не произошло. Сорента покрашена неплохо, у Форестера покрашена хорошо. Ни у кого из них по этой дисциплине нету пятерки. Сергей, еще вопрос. Вы тут совсем недавно рассказывали по покрытию машины пленкой защитной. Как раз для вас слабых покрашеных покрытий. А очень разные. Есть мнение, говорят, что через какое-то время при снятии пленки она забирает с собой краску, и в общем, все получается не очень. Да, именно так, Александр. Дело в том, что единственная фирма в Москве, которая владеет этой техникой. Все остальные за это с удовольствием берутся, потом кое-как все это приляпывают. На первой же мойке у вас это отрывается и уносит с собой в небытие в том числе и лакокрасочное покрытие. Вы приезжаете, например, к дилеру, у которого это делали, он говорит, ну что вы хотите. Вот я свою машину обклеивал у профессионалов, которые эту технологию принесли в нашу страну. Моей машине уже 6 лет. Она пережила тысячу керхеров. Она пережила у меня 100 тысяч пробега. Хоть бы что с ней произошло. Хоть бы пузыречек где-нибудь был. И мне из фирмы регулярно звонят, говорят, давайте мы вам обновим, отполируем, переклеим. Я говорю, не надо. Но снимают они при помощи специальной тоже технологии. И именно под эту технологию съема она была разработана. Ведь немецкие такси, мерседесы, они же черные, но они обклеены желтой пленкой специально для нас. И они снимаются великолепно, без единой помарки. После чего перекупщики с удовольствием эти машины пригоняют к нам. Вопрос, где это покупать? Я перебыв на новости. Электронная почта принесла письмо от Михаила. Он захотел себе Дастер, но прочитал о нем отзывы. И расстроился. Теперь в неведении. Не знаю, что ему купить за эти же деньги. Какой бы кроссовер такой же ценовой категории. И вообще, что я думаю по поводу Дастера. Михаил, за эти же деньги вы можете купить себе только Ниву. Почитайте форумы. Вы расстроитесь еще больше. И после этого начнете мечтать только о проездном на автобус. Не читайте советских газет перед обедом. Если других нет, вообще ничего. Старый совет. Поэтому Дастер это настолько замечательная машина, что ей многое можно простить. И вообще большое спасибо французам за то, что они создали подобный автомобиль и наградили его не самой высокой ценой. Любая цена взята с потолка. У Рено в том числе. Но здесь они были достаточно честны. Ближайший по цене аппарат такой же неплохой сопоставимый и интересный это Санговый Йонг Акцион. У него что здорово, у него всегда безальтернативный двухлитровый мотор в очень красивую лошадиную силу числом 149. Это замечательный маркетинговый ход, правильно они это сделали. Акцион едет очень здорово, но у него нет той самой знаменитой нулевой передачи на ручке. Он с автоматом молодец, с механикой Акцион мне меньше нравится. Он очень хороший именно в сочетании двухлитрового бензинового мотора и автомата. Замечательно. Дастер очень хорош двухлитровый мотор либо и механика. Вот тут, когда у него есть это ползучая недопередача, он становится практически внедорожником. И дастер в общем-то на отметке в 700 тысяч он заканчивается. А санговый Йонг он начинается с отметки в 800. Ну, правда, и заканчивается в районе миллиона, за что ему тоже спасибо. И у дастера будет стоимость владения понежнее несколько, она вашу нервную систему расшатает не настолько сильно, потому что у сангового Йонга у него чудовищный ценник, просто зверский ценник сервиса. Он с таким легким нажимом садизма, если посмотреть, что они хотят от клиента. Ну, именно поэтому клиенты сангового Йонга предпочитают обслуживаться по гаражам, тем самым вызывая еще больший садизм в отношении тех, кто этого не сделал. Но дастер это очень правильная машина, она сбалансированная, она интересно придуманная, у нее есть определенные нюансы, переходящие в огрехи, не обращайте на это никакого внимания, тогда вам будет гораздо проще. Виктор, здравствуйте. Алло. Алло. Здрасьте, Виктор. Здрасьте. Я вас слышу. Сергей, я хотел спросить вас о чем-то Лада Надежда. Ух ты. Выпускалась она недолго, вот, на базе Нивы. Она... В чем она... Виктор, а зачем вам? Вы в музее или вы коллекционер? Не, ну, просто тоже неплохая музыка, как она по размерам неплохая. Не хуже дастера. По размерам я имею в виду. Знаете как, она сильно хуже любого автомобиля, потому что автомобилем не является. она в те времена, когда выпускалась, называлась Безнадежда, потому что она делалась по обходной технологии, это не конвейерная машина. Эта машина сделана кружком умелые руки, свободная от работы время за зарплату. Причем за зарплату маленькую. У нее практически серийного очень мало чего, ну, некоторое количество агрегатов есть, потому что она, в общем, как бы по мотивам Нивы. и как любой автомобиль, сделанный по обходной технологии, она, ну, серийный-то на автовазе никогда не удавался, а уж по обходной-то это же даже не лотерея, это вы уже проиграли. Ее можно купить за 3 рубля, в этом ее большой плюс, но уж если вы с такой, с таким самопожертвованием относитесь к своей жизни, с такой нелюбовью смотрите на мир и на себя в этом мире, то вы можете купить новую буханку. Вот на новой буханке вы получите сопоставимую проходимость, такую же степень нелюбви инженеров к владельцу, но у вас будет нормальная какая-то способность сманеврировать там по ремонту, можно кое-что будет сделать на сельской кузнице, там на наковальне подправить. А Надежда, эта машина практически умершая на конвейере и ее оттуда вот пинком когда выталкивали в большую жизнь, то это всегда было очень нерезультативно. Машина не удалась, машина не получилась, сделать ее толком не смогли, качества не было никогда ни в каком виде. То есть это иллюзия, это очень хорошая мечта, это очень правильная затея была сделать нормальный полноприводный минивэн легковой, не армейский, не изнуряющий своими тяготами добавляющий неприятности к военной службе. Но не получилось. У Автоваза вообще мало чего получилось в жизни. А Надежда тем более, и вот в своей первой версии, когда она с выпущенными глазками была, четырехфарная, когда она называлась Надежда Константиновна, у нее тоже была вот эта вот болезнь зоба от голодания, йодного голодания организма, у нее глазки были выпущены, она была похожа на Надежду Константиновну Крупскую, и в общем других у нее преимуществ не было. Потом, конечно, рестайлингом ей впарили оптику от более поздних моделей, и на этом все. Машина безнадежно бросит вас на произвол судьбы вдали от дома один на один с волками, медведями и природой. Природой будете наслаждаться недолго. Спасибо. То есть, Виктор, это вот тот самый случай, когда у телушки прайс-то отличный, да, рупь перевоз. Повернитесь в другую сторону спиной, и это тот же самый маневр, как с избушкой. Пока она к вам не повернулась передом к лесу задом, успейте удрать. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Ситуация такая. Дочка ходит покупать машину, не первая уже. А папа платит, как всегда? Нет. Ух ты. Папа не платит, потому что папа как бы уже пенсионер почти. Да ладно, какие наши годы, Владимир? Ну, 57, я еще, правда, преподаю в одной из автошколы и инструктором по вождению работаю. И, кстати, своим ученикам очень рекомендую слушать вашу передачу. У них поднимается настроение, или они после этого хотят быть пешеходами? Нет. Вы знаете, здесь я им говорю, вы послушайте, здесь автомобильная тема, и я бы назвал политической темой, если поставить плюс, получается во. Они говорят ах. Да. И на меня, правда, конечно, они, все, кто слушает передачу, поверьте, сдают теоретический экзамен, потому что на меня уже мои коллеги по теории обижаются. Ух ты. Мол, им надо билеты учить, а они не слушают Асланяна. Ну, не в этом дело, это плюс обалденный просто. То есть люди по-настоящему начинают любить автомобили. за это вам большое спасибо. Ну, вы как проводник этой любви тоже имеете... Некоторые даже в хорошем смысле слова некоторые называют Михаил Михайлович. Это очень хорошо. Очень. Потому что, ну, так сказать, это надо уметь. Владимир, отщепните в свою пользу кусочек лаврового венка. Спасибо. Нет, я просто в свое время еще возил Михаила Михайловича, поэтому мне очень нравится и ваша, как вы, и как он. Это великолепное сравнение. Я на всякий случай нежно покраснел в ответ. Я это чувствовал. Ну, хорошо. Сергей, подскажите, значит, вот потолок 700 тысяч больше ни копейки. Так. Из того, что ей понравилось, ей, там три критерия. Чтобы был седан, чтобы сзади щетки не было, автомат. Ух ты. А, и 700 тысяч. Ей понравилась новая Астра, новая C4. Так. И Peugeot 301, но он не очень, но я что-то чувствую, что в 700 тысяч это не укладывается. Никак. Вообще ни с какого боку не укладывается. При том, что правильный ответ здесь, это Астра. Потому что у 301-го и у C4-го у них стоит коробка автомат четырехступенчатая, та самая, которая очень-очень плохая, очень-очень неудачная. Как на старой Астре. Которая, которая как на старых Peugeot. это тот самый агрегат, который не живет больше 60 тысяч, а первый вопрос начинает задавать где-то на 25, к 30 он уже болен, к 40 у него уже хроническое недомогание, к 50 он уже умер, а к 60 вы его похоронили. А вот у Астры была четырехступенчатая коробка какая-то? Нет, у Астры была своя, она была четырехступенчатая и очень живучая, это был достойный автомат, и на нем проездила половина GM, и кстати, он еще лазит где-то по Австралиям, по-моему. Сергей, тогда извините, все-таки вот 700, ни копейки больше, какие вот вообще варианты есть автомат, и чтобы сзади был багажный? Пускай будут другие модели. Сандера, Рено Сандера. А из Шевроле что там? Только побочный продукт дружбы украинского народа с GM под названием Зас Шанс. Он на автомате есть, и у него как раз корейский мотор и корейский автомат четырехступенчатый, и это продается где-то, по-моему, как бы не за 400. А вот эти Кио и Хундай? Это который Кио Пиканто в таком случае? Потому что Пикантик, он очень милый аппарат, у него тоже четырехступенчатый автомат, тот же самый, кстати, и живет он хорошо и долго, и, кстати, очень симпатичен. Самое главное, что он по кузову как хотите, но хэтчбэк. Сзади у него торчит хвостик вертикально, задорно. Ну вот у нее есть еще немножко она это израиль сделала, ей понравилось, конечно, Киа Рио, Opel Corsa. Корс. Она не седан. Она не седан. Значит, Киа Рио либо Солярис, в таком случае можно и Polo Sedan взять, это будет тоже неплохо, но Рио, он задорней, он просто симпатичнее для барышни, сколько барышни лет? Барышни 32, две внучки у меня, их водить в колу и обратно, и все. Ну, Киа Рио нормально, там тоже четырехступенчатый автомат, но в сочетании с 1.6, очень хороший 1.6, можно будет весело удрать от Камаза, если что. Но, опять-таки, с дочкой, дочка должна пойти примерить на себя, это папы могут и мужья думать сколько угодно за женщину, но женщина она же потом по совершенно другим критериям выбирает. Вот видите, вот как получилось, что когда она увидела этот C4 новый, новую вот эту Астру увидела, особенно Астру. Конечно, красивая, конечно, Астра Седана великолепная, смотрится потрясающе, но на нее похожий Ford Focus, но он тоже не будет стоить 700 с автоматом и чисто внешне точно такой же аппарат Kia Cerato. Вот Cerato, да, да, поди отличи их, это в принципе задание школьниками выполнено на одну и ту же тему, просто по-разному, но у Cerato у него тоже ценник будет выше, чем 700 тысяч, хотя там хороший 1.6 под капотом. Я, Сергей, видите, я понимаю, что женский вопрос цвет и красота, и просто здесь главная как бы надежность, чтобы поменьше проблем есть. Вы же знаете, Владимир, нет никакой надежности, не бывает ее, легенды это.